Мы сейчас с предыдущим сюжетом заглянули немного вперед, а я предлагаю вернуться на несколько дней назад. Уже все СМИ, конечно, гудят, что молдавский спортсмен Виктор Чабанус стал первым на чемпионате Европы 2019 года по грегоримской борьбе в весовой категории до 60 килограммов. И проходил чемпионат Европы в Бухаресте с 8 по 14 апреля. И вот сегодня, 18 апреля, чемпион Европы по греко-римской борьбе Виктор Чабанус у нас в гостях в студии. Доброе утро, Виктор. Доброе утро, добро пожаловать. И, конечно, вы примете наше поздравление. Ну, как эти ощущения? Немножко уже успокоились, потому что столько внимания, столько наверняка поздравлений в ваш адрес. Вы, спортсмены, люди скромные, но тем не менее, как ощущения сегодня? Доброе утро. Диспозиция моя и бун. Ну, то есть, на компетенции, мне кажется, либер, релаксат, но тот же дат и концентрат на работе моего, которое требует, чтобы делать. То есть, когда мы знаем, мы знаем, мы понимаем, что я умер на чемпионат. Но когда вы вернулись в Молдову, первым делом, что вы сделали? Мне кажется, я знаю, что вы сделали. Потому что я посмотрел ваши фотографии, вот если даже сейчас мы посмотрим. Вы были с такой обильной небритостью, да? Сейчас вы практически гладко выбрены. Ну, такая легкая небритость. Это была какая-то, ну, у вас какие-то традиции небритости? Не, мне просто от работы поставили, чтобы я побылся. Получается, заставили, да? Да. Вообще не особо, да, вы часто бреетесь? Считаете, что напомогает как-то борода? Не то, что помогает. Ну, царапины, все это во время борьбы случается. Случается, и потом чуть-чуть, знаете, и у нас так, ну, как борцы, мы так ходим, да, приедем. И на тренировках там чуть-чуть спотеешь, туда-сюда, и не как-то... Нехорошо это, да. То есть, это просто необходимость такая, по сути. Не то, что... Техническая? Нравится. Давайте все-таки о боях, давайте. Да, давайте о самом бое поговорим, вообще об этом чемпионате, который проходил в Румынии. Ну, в первую очередь, хотелось бы напомнить, вернуться на год назад, где Виктору удалось вызывать тогда серебряную медаль. На чемпионате мира, тогда был чемпионат мира. И в финале вы также сражались с Сергеем Емилиным, это, в принципе, боец, которого вы одолели на этом чемпионате Европы. Это был реванш, матч-реванш. Да. Вот, в результате, это двойне сладкая была победа для вас. Как вообще вы готовились к этой борьбе финальной именно с этим соперником? Тогда на чемпионате мира я пару ошибок сделал. Не то, что не был готов, был я готов, ну, так было. Сложились, так обстоятельства, да? А сейчас тоже так стабильно готовился, но... Но ошибки совершал уже он. Да, да. Ну, я же моему другу сказал, когда мы были на соревновании в Болгарию, я ему сказал, что до чемпионата Европы один молдаван будет выиграть его. И вот выиграл его. Вот все-таки предсказали практически. Вы, получается, с Сергеем общаетесь вообще? Вы знакомы с ним лично? Как спортсмены? Может, как бы даже вы приятели? Ну, мы знакомы, мы со всеми командами знакомы. Ну, я такой человек, что всегда привет, как дела? Со всеми поговорим. То есть дружелюбно достаточно. Мы, конечно, смотрели видео, сейчас у нас из одной четверти финала, да, из полуфинала, то есть какие-то фрагменты, где вы встречались с спортсменами из разных стран. Вот вы перед выходом на ковер, вот когда этот момент, когда нужно выйти, вы как-то продумываете тактику, думаете о том, что будет, или наоборот, отвлекаетесь, чтобы уже лишний раз не переживать? Ну, я думаю, ну, знаете, есть пара ребят, которые смотрят до этого соперника, ну, оценить, что он делает, как движение делает, какие приемы делает. А я не люблю смотреть, не знаю почему. И даже не знаю, это плохо или неплохо. Результат показывает, что... Да, даже мы, мы даже вечером уже знаем, с кем боремся. Ну, и раньше я смотрел, и не получилось. Прогнозировали, думали, да. Да, думали вообще всю ночь, я думаю, на это не могу спать. А сейчас посмотрел так, только кто первый, и все. Сотерник ясен, увидимся утром уже. Да, да. Ну, я делал вес, ну, там, категории, ну, для гонять вес. И я уже понял по взглядам, кто будет соперник, если честно, так. Потому что хорваты так смотрели на меня, и я уже все понял, что хорват будет первый. И поехал в комнате, сразу открыл интернет, посмотрел, именно он, и он. И начал сам смеяться, вот он, я угадал, с кем буду. Какая у вас интуиция, оказывается. Ну, уже, знаете, да, даже, не знаю, 10 или много раз я попытался на Европу, именно по взрослому. Я был много раз на Европу. Ну, вот, надо стоять в очереди, чтобы выиграть. Пока я был... Все, всему свое время, получается. Да, да, ну, это, знаете, есть сейчас взрослые ребята, ну, там, 36, 30... Ну, я, да, у меня 20... Еще совсем емные, получается. Да, да, и вот сейчас 26. Сейчас за 6 лет вышли к этому, грубо говоря, вот, по крайней мере, чемпионат Европы пытались. Ну, я был призером Европы в 2014 году, был вторым на Европу. На минуту 2 медаль, все-таки... Ну, я выиграл Европу еще один раз, но по У-23, до 23 лет. Сейчас в другую возрастную категорию это было. Сейчас уже взрослые, это самое главное, здесь самое главное, взрослые. И для вас, наверное, лично самый значимый результат, да? То есть это новая ступенька. Ну, да, это приятно. Да, мы смотрим на вас, вы спокойны, вы настолько расслаблены. Ну, мне интересно, как вы... В каком настроении вы вообще отправлялись на этот чемпионат? Потому что ходили слухи, что у вас со здоровьем не все было в порядке перед самим... Накануне чемпионата были проблемы. Это правда, либо это слухи? Ну, да, это правда. У меня вторая операция уже была. Что-то серьезное было, или это... Ну, аппендицит, ну как... Перед самим боем был... И потом осложнение, да? То есть, насколько я знаю. То есть, осложнение после аппендицита. Да, осложнение и очень серьезное. И это буквально за неделю, за... За две недели. За две недели до чемпионата Европы. Да, мне это... И неделю ничего не делал. Знаете, сначала я начал, ну, там... Не то, чтобы плакать, но думать. По страстью вовремя, конечно. Да, да, да. Потом я с врачом там всем голову морочил. Что будет, как будет, если пройдет или не пройдет. Но я хотел очень бороться. Здесь, если не бороться... Врачи вообще возражали? Нет, сказали, что не буду ничего делать. Не буду бороться. Даже не мечтает, да? Да. Надо лечиться. А я сам молчал и знал, что я буду. Вот она воля. Настоящая воля к победе и желанию бороться. С пластером я наклеил все там. Ну, то есть, немножко о себе позаботились. Хотя, конечно, это, ну, вот, наверное, только спортсмены, которые к какому-то... Все нормально, как ощущения вообще вот сейчас? Сейчас надо поехать на дате анализы крови. Анализы задачи. Да, посмотреть еще раз аппарат. Зато у нас с золотой медалью. Можно сделать и паузу? Можно немножко отдохнуть, насладиться отдыхом, побаловать себя. Неделю можно. Неделю, а потом что-то еще новое. Ну, уже я... Ну, это идет как квалификация на европейские игры. Будет в Минск в конце июня. Ну, надо продолжать тренировки прямо сейчас дальше двигаться. Мы, конечно, желаем успехов и новых побед. И еще раз поздравления с вот этой новой для вас ступенью. Это гордо не только для вас, конечно, для всей страны. Там неприятно еще раз произнести на сегодня в гостях был чемпионом Европы по греко-оримской борьбе Виктор Чувану. Еще раз спасибо, что вы были у нас с ними в гостях. Ну, а мы продолжаем наш эфир. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!